Всем привет! Сегодня уже новый день, у меня вчера разрезалась камера, поэтому я не смогла с вами попрощаться и показать, что я успела нарисовать. Я думала, что я весь его разрисую, но я вот тут поставлю фоточку, вы увидите, что пока получилось. Как приеду, я хочу с обратной стороны нарисовать. Там такое же окошко вроде бы есть. Я хочу туда луну нарисовать и деревья не с зеленью, а с розовыми такими цветочками, я забыла, как они называются. Тоже тут фотку, короче, поставлю, какие цветочки. Вот, сейчас 8 утра почти. Я беру луну и мы едем за Катей. Я уже вот собрала вещи быстренько. Вообще-то я в 8 уже должна была за Катей приехать, но немножко не сложилось. Луну буду оставлять у родителей, потому что, скорее всего, мы останемся в Киеве на ночь, и я, честно говоря, очень насчет этого переживаю. Я ее стараюсь там не оставлять. Она у меня там сутки побыла уже, и я тоже переживала очень, потому что уже умка взрослая, она взрослая, ну, как бы, могут сделать детей. Но вроде бы он на нее особо не лезет, а она вообще не дается. Она даже не дает собакам нюхать себя под хвостом. Поэтому, надеюсь, что все будет нормально за этот один день. Лапку, вон, она вылизывает постоянно. Надо наде сказать, что там надо обрабатывать. Все, погнались в Киев. Так, ну что, загружаемся. Я с собой взяла пока одну сумку, а Катя уже сразу все вещи собрала. Короче, она не хочет уже возвращаться в Черкассово. Мы поедем из Киева, скорее всего, завтра в Одессу. Ну, куда мне вас поставить? Короче, мы планируем завтра с утра, вернее, не с утра, а как мы подпишем договор на квартиру. Мы надеемся, что мы найдем сегодня квартиру. Завтра мы подпишем на нее договор. И поедем в Одессу тоже завтра. Вот, на пару дней, так как сегодня 26-е, по-моему, или 27-е. Не помню. Мы поедем в Одессу, увидеться еще до учебы с родителями, с Алиской. Вот, и заодно мы хотим там еще прикупить вещей тоже к осени. Потом, видимо, Катя планирует из Одессы сразу в Киев, то есть, чтобы в Киеве уже были все вещи. А я еще планирую вернуться в Черкассы, собрать нормально все вещи, ничего не забыть, потому что вчера я делала бы это в спешке. И сегодня. И, ну, я просто, короче, выделю какой-то день, когда я съезжу в Черкассы и заберу все вещи. Думаю, это несложно будет. Вот так вот. Где-то она опять застряла, я ее жду. Вот где она. Умка, что ты на нее орешь? Луночка, Луночка, я поехала. Пока. Это что-то такое? Все, мы езжаем в 11.30. Должны приехать, на 12 у нас просмотр первой квартиры. Сейчас у нас, короче, начнутся торганье и бегалки какие-то. Навигатор нам все время показывал, что мы пребываем в 12 часов. Ну, собственно, как нам и надо, на квартиру у нас просмотр в 12 часов. И тут вдруг раз, и час 45, и мы приезжаем в 13.15. Просто супер. Короче, Катя предлагает, чтобы мы сейчас остановились где-то у метро, когда доедем до Киева. Пересаживаемся на метро и уже добираемся так. Ну, я просто в афине с этого навигатора. Это что такое вообще? Как так можно обманывать людей? А еще идет дождик. Все, бросаем машину. Возле метро вот прямо и остановились. Я в последний раз на метро ездила, когда училась еще в первом универе. Это было два года назад. Я два года не ездила на метро. Я год. И Катя год. Я даже хочу, если честно, проехаться. Так давно не ездили. Мне даже все так приятно, что мы не заразимся. Короче, нам идти потом от метро к квартире еще 20 минут. А у нас, в принципе, где-то 20 минут осталось. Поэтому побежали. Побежали? Нет, не нужно шипать. Нам на Крещатик, а мы на Черваном Куторе. А, нам на Печерское. А мы на Черваном Куторе. О, так отлично вообще. Боже, как я давно тут не была. Кафец. Я вообще не могу. Не, я про метро вообще. Эти звуки, боже. Да. Здрасте. Здрасте, пожалуйста, два. А у вас тут нахрене будет? Да. Дайте, пожалуйста, нахрен. Такое. Спасибо. Спасибо. Тебе камера что-то не настраивает резкость? Это QR-коды. А, да. 8 гривен за проезд. Когда не успеть? Боже, мы так давно не ездили в метро, что тут уже все поменялось. Офигеть. Мне позвонила риэлтор. У нас отменилась одна квартира, которая на 12. Поэтому мы едем туда же, в тот же район на час. И мы можем особо не спешить, потому что на час мы успеем только так. Мы там еще и раньше будем. Настя, кто-то снимает, что она там. 8 танцев, да? 9 танцев мы ехали. Катя уже читает. Мы тут проходили мимо. Нам идти 30 минут, смотрите, до места. Но это не болт, да? Как хорошо, что нам... Ну да, но мы смотрим, стоят самокаты. Думаю, можно взять. Не, можем, конечно, пройтись, просто дождь идет. Да, и холодно. А, да, Катя в велосипедках, то ей холодно. Ну как, QR-код, наверное, надо сюда сейчас? Да, но надо приложить. А, Кири, у меня есть это приложение. Сейчас я вам сделаю. Давай. Ты и мне тоже сделаешь? Да. Слушай, так может мы не будем к машине возвращаться и ехать на машине сюда, а уже все квартиры посмотрим до вечера? Где-то в кафешках там посидим. Просто надо было ноут мне взять, я бы сделала видео. Мы подписываем контракт все-таки сегодня. Не, я думаю, что мы завтра будем контракт подписывать. У нас последний просмотр аж в 7 вечера. Мы в любом случае не подпишем. Смотри, даже если мы посмотрим в 7 вечера, мы в 8 освободимся, и мы выберем какую-то, которую мы смотрели вот сейчас, либо в 3 часа дня, да, то, ну, никто же не будет в 9 вечера к нам ехать подписывать контракт. Какая классная погода. Холодно. Ой, боже, нет, я сейчас западу. Я хотела в движении снять, как я еду, но не получается, я падаю. Блин, такая тайфовая атмосфера, ребят, вы бы знали. Дождь идет, мы едем на этих самокатах, обалденно. Мы сегодня уже на трех транспортных средствах. На машине, потом на метро, и сейчас на самокате. Нам еще сегодня проехаться на велике. На чем еще? На мотоцикле? И все. Да, мне очень нравится, что он сверху. Да, и посмотрела там окна, и здесь тоже. Ой, вид классный. Да, мне тоже очень нравится. Поэтому, знаете, я, например, сюда даже не включаю. Так, посмотрели одну квартиру, у меня уже садится камера, но она немножко далековато оказалась от Кати на универе, а мы ищем прямо, чтобы рядом было. Сейчас едем смотреть вторую квартиру через полтора часа, но мы на самокатах, поэтому пока мы туда доберемся, как раз уже будет время почти. Буду снимать дальше на телефон, потому что камера уже мургает, что она разряжает. У нас уже с Катей просто истерический смех. Мы едем в мотоциклы. Мы эти самокаты не можем нигде оставить. Короче, какая-то запрещенная зона. Я только что нафиг с него упала, посмотрите, как я буду садить квартиру так опять. Смотрите, жесть просто. Что за день? Он был таким хорошим. Все, мы пришли в кафе. Я, короче, свои джинсы водой просто промыла. Взяли латте, даже Катя взяла, хотя Катя кофе не пьет. Катя, что это ты? И печенье. Мне просто холодно. Пришли смотреть вторую квартиру. О, красиво. Спальня красивая. О, мне нравится кухня Катя. Боже, это что за рай? Посмотрели сейчас последний вариант на сегодня. Вот это третий вариант. Вот вид. Квартира меньше, чем первую, которую мы смотрели, а цена та же, поэтому мы, честно, уже задолбались немножко. Ну, так толком ничего не определились, пока не выбрали. Мы думаем, потому что первая квартира далеко до Кати на универе. Ну, как далеко, 27 минут пешком. Поэтому, короче, мы в раздумьях сидим. Сейчас 6 часов, мы уже, в общем-то, все закончили. Блин, как думаешь, можешь рассказать про этого пацана-риэлтора? Да, расскажи. Последнюю квартиру нам показывал какой-то мальчик-риэлтор. Ну, реально мальчик. Я даже не могу сказать. Знаете, парень там или мужчина, он вылетает лет на 18. И показывал он просто точно так же. Ну, знаете, у меня было ощущение, что риэлтор я, а не он. Потому что я спрашивала у женщины, которая там тоже риэлтор и представительница хозяйки квартиры. То есть я с ней напрямую разговаривала. Он вообще просто стоял и молчал. Вы знаете, ну, то есть никакой информации ни о доме, ни о квартире, ни о чем. А потом только он спросил, давайте, может, залог оставим, давайте, может, вот за девочками закрепим. Ну, то есть мы еще до конца не решили, берем мы квартиру, не берем. Мы только в нее зашли, только посмотрели. У него уже давайте залог, давайте то, давайте все, давайте договор. Хозяйка, типа представительница хозяйки уезжает вот в 9 часов. Давайте скорее, скорее. Мы говорим, мы еще обсудим, созвонимся с родителями. Все, короче, с ними согласуем. И тогда позвоним вам, скажем точно. Вот. Остались в кафе сели, там стали созваниваться с мамой, с папой, разговаривать. Решили, что нет, не будем, потому что она маловато для той цены, которую, ну, там выставлена. А цена очень высокая. Вот. Вот он мне позвонил, я говорю, нет, мы все-таки решили, не будем спешить, мы еще завтра посмотрим. Не хотим, типа, скоропостижные решения принимать. А что такое? Вы же вроде сказали, вы же вроде сказали да, да, а теперь нет, нет, когда я сказала да, да. Ну, то есть мы сказали, мы обсудим, посидим. Короче, такой непрофессионализм, вот просто, Катя, вот видите, как меня это зацепило. Катя просто уже про это выслушала от меня. Но я не понимаю, когда вот так непрофессионально работают, какие-то претензии, типа, знаете, предъявляют, что вы же уже были согласны, вы же уже, ну, а теперь не согласны, ну, я же, ну, объяснила, почему мы не согласны, причину. Напрягает то, что, как бы, мы пользуемся их услугами, а не они наши. Ну, да, да, мы же клиенты, понимаешь? Они на нас не должны гнать, мы сами решаем. Конечно, в любом бизнесе клиент всегда, ну, как бы, ну, не прав, но... Ну, не всегда правда. Проблема в том, что мы даже ничего не обещали, а даже пообещаем это, что мы сейчас 30 минут. Я понимаю, мы бы ему сказали, да, все, мы берем, сейчас мы созвонимся с родителями, типа, скажем им об этом, все, мы точно и берем. Мы же такого не говорили, мы сказали, мы обсудим, подумаем, сравним варианты. Ну, типа, у них там сразу же за нами приходили еще... Да, то есть, да, там смотрели еще люди, не понимаю, я такого отношения, реально, это просто непрофессионально. Короче, тут пробка на весь Киев. Мы сейчас ехали с таксистом, и даже таксист просто ехал и офигевал с того, что происходит в Киеве, и почему так происходит. Вроде праздники уже закончились, но Киев весь стоит. Мы, когда даже въезжали, вот мы почему поехали на метро, потому что полтора часа пробка на въезде в Киев. Поэтому мы сейчас возвращаемся в Черкассы, это будет столько же по времени, сколько стоять в той пробке, ну, мы так думаем. И завтра с утра мы снова поедем сюда смотреть квартиры, хотя мы так надеялись, что мы найдем сегодня квартиру, и завтра подпишем договор и уедем в Одессу, но, к сожалению, так не получилось. Короче, вот такие вот у нас новости. Не знаю, как мы сможем выбраться в Одессу. У меня сказали, будет смешанная учеба, то есть лекции будут онлайн, а на семинары надо ходить в университет. Поэтому я надеюсь, что еще чуть-чуть выиграю время, пока будет начитка именно лекций и не будет семинаров. Это буквально там несколько дней начало самой учебы. И смогу, ну, поездить между городами в это время еще, забрать лекции, съездить к родителям, купить издежды. Поверните налево. Короче, вот так вот. Вот такие вот дела. Едем в Черкассы обратно. Ну что, ребят? Ой. Я сейчас еще встречусь с другом, поболтаю и буду ложиться спать. Поэтому говорю, да что такое? Всем пока. Увидимся с вами в следующем видео. Надеюсь, вам было интересно посмотреть это. Ни одну из квартир, которые я сегодня показывала, мы не выбрали, получается. Завтра мы будем смотреть новые варианты. Спокойной ночи, если вы ложитесь спать. И доброе утро, если вы недавно встали. Спасибо.